здравствуйте друзья с вами Рима хочу сегодня сделать обзор семян которые я купила и буду сажать в 2021 году так начнем с капусты капуста кальраби венска белая капусту кальраби мы сажаем всегда кустиков 5-6 кустиков обязательно пока не поспела капуста можно покусить великолепно и вот этой капусты кальраби а то капуста цветная тоже всегда мы сажаем в этот раз попалась капуста царев хочется мне купить капусту коза дериза но мне никак не встречаются эти семена потом капуста белокочанная слава она хоть и немножко когда уже созреет трескается но я в этом ничего страшного не вижу она универсальная она как бы средне капуста считается пока позднее вырастет можно пользоваться вот этой капусты слова и вот позднее капуста мегатон f1 это вот крупные капусты для квашения она достигает размера может достичь до 10 килограмм и капуста агрессор тоже мегатон и агрессор f1 это гибриды вот агрессор мне тоже очень нравится хотя здесь не такие крупные кочаны до трех пяти килограмм но она сама по себе очень вкусная плотная очень подходит для квашения так дальше я вам покажу огурцы огурцы я в этом году не покупала я буду сажать огурцы которые остались прошлого года это аристократ они похожи примерно на огурцы которые раньше вот были так сказать моде часто сажали либелла вот с этими маленькими маленькими с этим маленьким вот пушочком карбани потом настоящий мужик но это вот такой длинный китайский вот те невыносливые вот тут написано так алтай это вот засолочный огурчик очень симпатичного на вид и внутри очень такой плотненький потом вот посол тоже такой же он аккуратненький огурчик внутри тоже очень плотненький для маринования для засолки очень очень даже подходит в юговее но для засолки мне не очень нравится но я его все равно посажу просто покушать вот муравей его для засолки муравей очень даже тоже подходит все эти вот они не крупненькие огурчики самое главное только во время их собрать так эти это огурцы у меня без этикетки это вот мой самый любимый огурец огурец изумрудный потоклов 1 наподобие вот этого огурца сейчас наподобие вот этого мужик настоящий мужик примерно такого же вот формата но очень он очень внутри вкусный а когда его я его даже использую для маринада мариную его режу частями но превосходно великолепный вкус он потому что у него практически зерна то есть семечки но они такие мелкие что как бы их и даже не ощущаешь очень мелкие мелкие семена внутри и сладкий такой желтоватенький внутри но великолепно огурец огурец мустафа этот огурец вы знаете он ранее и он салатный его на засолку употребить нельзя он такой водянистый салатный огурец типа апрельского вот уже очень вкусный и сладкая женщина вот сладкая женщина я в том году сажал но почему-то она мне не получилось попробую в этом году еще раз попробовать посадить и так следующие семена следующие семена вот резис резис у меня значит вот редис розовый красный с белым кончиком это классические редиски и редис жара такой экономичной упаковки почему-то я не покупаю семена редиса гибрид конечно очень люди хвалят это но что-то я еще не покупала так сажаю я всегда свекла цилиндра вот в такой упаковке русский огород и вот такая упаковка волжский сад цилиндра еще я всегда сажаю два вида вот одну цилиндру это обязательно и еще свекла египетская я еще не приобрела но обязательно буду искать в магазинах и должна ее купить свекла египетская она такая крупная круглая среднего размера и она без белых колец внутри совершенно очень красивая свекла на разрез потом шпинат исполинский шпинат мы тоже всегда сажаем но сажать его надо как вы наверное знаете понемножку два рядочка посадил через какое-то время еще и так далее потому что он очень быстро вырастает и очень уходит быстро в стрелку но этот шпинат очень полезный для организма для человека в нем очень много йода вот салат лолороса тоже такой же такая же характеристика тоже его можно сажать рядочками два рядочка 2 рядочка 2 так постепенно отсаживать тоже очень полезно очень много микро как сказать ну витаминов и в том числе тоже йод что для нас для башкирия как говорится йода у нас здесь не хватает так репа репа петровская в этом году купила желтенькая на в том году я покупала репа пурпурная с белым кончиком она немножечко относительно репа петровской более как сказать острее что ли как будто репу помешали с редькой чуть-чуть чуть-чуть но она тоже очень приятный на вкус но захотелось что-то послаще в этом году и эту я буду сажать в этом году так что вот еще астры у меня есть разные всякие королевский размер это видимо будет крупная потом вот типа игольчатых это вот хрустальная башня типа седой дамы это кремовая абрикосовая мечта это вообще если действительно вырастет вот такого цвета астры это будет вообще песни сказка как говорится но это классическая такая бордо красная и классическая белый все астры они великолепны если как говорится лишь бы только не подвела вот это вот их не ржавчина иногда прям очень тяжело бывает вырастить астры хочу я вам показать еще что в этом году мой арсенал немножко огородника купила я микоризу потому что по интернету этот объем 1 литр я купила на большую упаковочку в этом я услышала репортаж по интернету что микоризу надо подсыпать в теплице когда начинает помидоры зреть краснеть надо вот подсыпать именно микоризу в районе корней вот так присыпать потому что вот эти вот грибки микориза это как вот ну грибки типа они приклеиваются к корням и через и начинают как бы подсасывать корням вот разные полезные вещества и гнать их по стволу и за счет этого получается вкус помидор очень сладкий ну и они естественно быстрее краснеет и что я больше всего здесь как бы клюнуло на то что вкус помидор становится слаще вот в этом году я попробую я для рассады конечно использовать не буду наверное конечно можно и для рассады но я купила в основном вот когда начинается покраснение томатов потом что у меня еще здесь есть в арсенале так сказать борная кислота борная кислота нужна всегда она в хозяйстве садово-огороднических делах марганцовка без марганцовки тоже жизни представляю потому что когда весной начинаешь делать грядочки делать бороздочки для посева ну там морковь, стеклады и всего-всего я обязательно ломку ну эти вот бороздки проливаю в марганцовку марганцовку очень хорошо лесной поливать клубнику делать состав я потом вам расскажу называется ядерная смесь для Машеньки тоже очень интересная потом я купила макбо это наверное все знают такое удобрение потом я купила гуматов гуматов кель и гумат вель без гуматов я вообще не представляю жизни в нашем саду я ну и гумат я употребляю как бы здесь с микроэлементами вот это 7 это вот микроэлементы везде из микроэлементов вот разные они разные ну составы разные производители вот вот этот биомастер вообще биомастер я очень уважаю эту новосибирскую ферму между прочим очень хорошая и гумат я купила в этом году вот видите он такой как сухой попробую развести такой сухой гумат попробую такой сухой я ни разу не брала потом я купила теовид джет тоже приобрела потому что серы серы больно в магазине не найдешь а вот в состав вот это теовида джет входит вот как раз серо коллоидное которые вот ну мы это в основном покупаем для смородины потому что на смородину всегда нападает вот клещи потом что там еще нападает на нее мучнистая роса очень сильно действует ну вредит и вот эти а виджи очень себя хорошо зарекомендовал именно ну при борьбе вот с этими клещами паутинными паутинными клещами и смучнистой росой вот ведь разные производители разной упаковки ну это содержание одно и то же купили вот на всякий случай корт лис еще какой-то такой ни раз не брали на всякий случай взяли именно вот от тли тли тля потому что атакует этот смородину прям спасу нету от нее от этой тли потом я еще вам хочу сказать вот слезниед слезниед обычно вот на перце и на капусту вот почему-то вот туда лезет этот слезняк и все а вот слезниед между прочим очень даже хорошо помогает в борьбе с этими вот вот этими вот вот такими вот слезняками потом очень хорошо помогает просто у меня сейчас нету я покупаю табачный пыль табачный пыль примет потом мы перемешиваем с залой и его тоже опудриваем и перцы можем сверху опудрить и под перцами тоже можем опудрить и под капустой также вот табачная пыль тоже вот залой тоже она помогает потом я вам хочу показать что для рассады в рассадном периоде я использую плантофол плантофол она бывает это плантофол это надо применять для вне корневой подкормки только для опрыскивания по листу и на это растение очень хорошо реагирует но это только я использую на рассадной прям вот может быть один не один конечно два-три раза в рассадном периоде очень хорошо ими опрыскивать вот цветы петуни в частности я сажаю вот петуни тоже на не очень хорошо реагирует они бывают ну разных вариантов так скажем вот 10 54 10 это вот значит фосфор а нет азот фосфор калий и вот для на разных стадиях вот сейчас я опрыскала свои петуни вот как раз вот этим составом 10 54 10 потом есть такой состав 55 15 45 это соответственно азот фосфор калий тоже используется но когда необходимо из но дать больше калия потом есть состав 30 10 10 это значит соответственно азот фосфор калий это вот когда дать побольше азота к чтобы развивалась вот эта масса которая растет ну как на зеленую массу чтобы шла активно вот применяется вот эта такая формула палантофола и еще есть такая универсальная формула палантофола 20 20 20 20 ну это просто для доктора пересыпала вот в эти баночки от детского питания видите купила я его достаточно давно но и поскольку я использую только два-три раза очень экономно я могу еще вот каким-то составом по помидорам один раз пройтись в самом начале когда уже высадишь теплицу на каком-то этапе смотришь там по состоянию по развитию растений вот палантофол тоже очень очень нравится здесь прислали мне вот это как типа вот инструкции палантофол так и вот что у меня вот хочу показать фосфовит вот сейчас я подкармливала помидоры полива не то что ну наверное подкармливаем сказать у меня же сейчас подросли перцы и вот один раз я уже фосфовитом как бы пролила свои перчики и питанию тоже микробиологическое удобрение в общем одну крышечку я наливаю на 1 литр воды ну вот пожалуй все все что я хотела показать ладно если понравился мой ролик ставьте лайки пишите комментарии может быть как-то я сумбурно рассказала но вот хотел с вами поделиться своими вот наработками так сказать до свидания всем пока пока удачи